Здравствуйте, уважаемые подписчики! Всё чаще и чаще можно услышать такое слово, как микрозелень. Что такое микрозелень, с чем её едят и зачем её едят, сегодня и будем разбираться. Микрозелень – это ростки овощных и зеленых культур в фазе одного либо двух настоящих листков. Некоторые культуры можно уже употреблять в пищу через 10 дней после всходов, а такие, как крест-салат, даже через 6 дней после всходов. Кто первым начал употреблять в пищу микрозелень и обнаружил её полезные свойства, историю умалчивает. Но в Калифорнии впервые начали этими ростками, проростками украшать различные блюда в ресторанах. А потом всё больше и больше микрозелень стали употреблять в салатах не просто как украшение, но и как полноценное питание. Чем полезна микрозелень? Во-первых, эти ростки очень богаты витаминами, они содержат весь комплекс витаминов. У некоторых культур в своём составе много йода, у некоторых культур есть омега-3, омега-6 жирные кислоты. И микрозелень очень улучшает иммунитет, то есть сплошная польза. Микрозелень сейчас можно купить в пакетиках, уже пророщенные вот эти росточки в магазинах, в супермаркетах. Но можно вырастить и самим. И сегодня мы поговорим о том, какие культуры можно применять в качестве микрозелени, для выращивания микрозелени, и как это сделать. Не путайте микрозелень с проростками. Проростки – это только лишь когда этот росточек оживляется и выходит из семени. А вот микрозелень, ещё раз повторюсь, это ростки в стадии одного либо двух настоящих листов. Ну и, наверное, лидер по микрозелени – это крест-салат. Крест-салат мало кто выращивает на грядках в открытом грунте, его хорошо выращивать на подоконнике в горшке либо в открытом грунте, но вот как самую-самую раннюю культуру, потому что схожесть очень быстрая, через 6 дней уже можно его срывать и кушать. И крест-салат даже вот сейчас, по крайней мере, фирма Аэлита выпустила такую серию, которая называется микрозелень. И здесь она предлагает семена вот этих вот культур для выращивания в качестве микрозелени. И вот здесь вот крест-салат также присутствует. Вот эти все зеленые культуры, кроме того, что они содержат огромное количество полезных веществ, они содержат ещё и хлорофилл, потому что листья зелёные, а вот этой зелени в зимний период нам не хватает, плюс хлорофилл – это очень полезное как для пищеварения, так и для кроветворения вещество. А вот в микрозелени хлорофилл есть. Значит, кроме крест-салата подойдёт любой вид капусты. Очень хороша микрозелень из капусты брокколи. Можно брать листовую капусту китайскую, вот мизуну можно брать. Все вот эти виды капусты также быстро сходят, через 10 дней можно уже употреблять. Хороша горчица. Горчица очень полезная. Вот в горчице как раз и содержатся вот эти вот омега-3 и омега-6 кислоты. В красной горчице содержится ещё и йод. Большое количество йода содержится в свёкле, в этих росточках свёклы. И можно брать как вот такую традиционную, круглую свёклу, а можно брать и листовую свёклу. Вот, например, мангольд. Здесь зелени будет даже ещё больше. Вот та же самая мизуна. И подойдёт рукола. Подойдёт и индау. Также вот здесь... Подойдёт кориандр, если кто любит запах кориандра. И для микрозелени очень хорошо подойдёт базилик. Здесь ещё добавится, кроме этой полезности, ещё эфирные масла, которые содержат базилик. Это будет ещё и пряность. Ну, а теперь как выращивать микрозелень. Собственно говоря, забыла я про горох. Прекрасная микрозелень. Можно ещё набрать ряд культур, которые подойдут для микрозелени. Важно, чтобы листья были нежные, чтобы их можно съесть. Потому что, например, если взять огурец, у него всё-таки лист несколько грубоватый, и съесть его будет не очень приятно. Второе – это должна быть быстрая схожесть. И не давайте перерасти. Самые пользы именно в этих небольших росточках. В чём выращивать? Выращивать можно в любой контейнер. Но так как это продукт, который нужно быстро употребить, но чтобы он был постоянно в рационе, можно сделать так называемый зелёный контейнер. Высаживаем не всё сразу содержимое пакета, а можно разделить на три части. И будем сажать, засевать вот эти вот наши частички из пакета с разрывом в неделю. И тогда у вас будет точно постоянный конвейер. То есть мы первую порцию съели, вторая подошла, мы её съели, а в первую мы уже засеяли. И вот так вот постепенно эти три контейнера вас будут снабжать всю зиму очень полезными веществами. Не нужно никакой подсветки. Конечно же, лучше всего, если это будет окно, и это будет южное окно, тогда там будет больше хлорофилла. Но, в принципе, подойдёт и любое окно, любой подоконник. Ну и нужно тепло. В чём выращивать? Выращивать можно в любой земле. Вот здесь у меня торфяной грунт. И очень хорошо выращивать в перлите. Дело в том, что перлит, о нём я уже рассказывала, это природный минерал. Он не будет запачкивать землёй, и вот эта ваша микрозелень, когда вы её срежете, будет более чистой, её нужно будет меньше мыть, чем то, что вы вырастили вот в каком-то торфяном, либо в каком-то другом грунте. Ну и, собственно, посадка. Сегодня я посажу часть в перлит, часть в грунт. Заодно и протестируем, где лучше растёт, выявим все плюсы и все недостатки. Вот сюда я сейчас насыпаю полные горшочки, ну или почти полные, немножечко я оставлю. До краёв не буду добавлять грунт. Это обычный универсальный торфяной грунт. Но, конечно же, берите грунт с нейтральной кислотностью. Не нужно брать грунт для такой сильной кислой, слабо кислой. Микрозелень, выращивание микрозелени, хорошо то, что здесь никаких удобрений не надо. А вот эту часть я заполню перлитом. Для выращивания возьму мангольд и для выращивания возьму какой-нибудь ещё интересный, вот, например, базилик. Вот половинку вот этого несколько семечек я прям возьму вот так сюда посажу. Можно сажать густо, прям можно густо-густо сажать. Нам важно, чтобы у нас было большое количество зелени, а не то, как она дальше будет расти. И часть посажу вот сюда в перлит. А этот остаток я оставлю на следующий раз и в следующий раз посажу. Возьму я базилик, посмотрим, как она будет себя вести в качестве микрозелени. И в перлит. Ну и возьмём крес-салат. В крес-салат можно вообще очень густо сажать. Присыпем наши посадки. Чуть-чуть. Немножечко польём и поставим в тёплое светлое место. И будем ждать. И потом я с вами поделюсь результатами нашего опыта и посмотрим, что за микрозелень у нас выросла. Зимой, когда мы свободны от грядок, не нужно объединять свой рацион. И обязательно научитесь сажать микрозелень. И это будет вам хорошее подспорье. И заодно мы не будем забывать о лете. Будем ждать весну. Мы сажали микрозелень, и вот она у нас взошла. Вот в таком состоянии растений, вот и есть она та самая микрозелень, которая содержит огромное количество полезных веществ. И теперь нам останется только срезать наши росточки и употребить их в пищу. Тестировали мы, где лучше выращивать в перлите, либо в земле. Разницы я особо не вижу, кроме крес-салата. Вот здесь вот в перлите крес-салат взошёл очень дружно, а в земле, видно, не хватило некоторым растениям влаги, и они немножечко пересохли. У базиликов схожесть в перлите даже больше, а в земле базилик только-только ещё начал сходить. Ну а вот свёкла взошла прекрасно и в перлите, и в грунте. И это говорит о том, что необязательно где-то искать землю, можно приобрести перлит и в нём выращивать вот такие растения, которые будут пополнять ваш рацион огромным количеством полезных веществ. И необязательно покупать ту же самую микрозелень в магазине, а вырастить её самим, как вы видите, ничего сложного для этого не нужно. Обязательно попробуйте выращивать микрозелень и обогащайте свой зимний рацион таким полезнейшими веществами. Ну а у меня на сегодня всё.